Теперь об экстренном заседании Священного Синода РПЦ, которое в эти минуты проходит в Москве. Обсуждают единство Православной Церкви в связи с ситуацией на Украине после действий Константинопольского Патриархата. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Олег Шишкин. Олег, ждем подробностей. Да, Валерия, внеочередное заседание Священного Синода РПЦ вызвано неправомерными, или, как здесь говорят, неканоническими действиями Вселенского Патриарха Варфоломея, который отправил на Украину своих представителей, экзархов. И все это в рамках процедуры предоставления автокефалии так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Я напомню, что спор идет почти три десятка лет. В начале 90-х годов на Украине произошел церковный раскол, когда, кстати, лишенный сана митрополит Филарет провозгласил независимость Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата и сам стал во главе этой части Православной Церкви. Таким образом, сейчас на Украине действовали, по сути, две православные церкви украинского, вернее, киевского и московского патриархатов. Но Раскольников, кстати, не признала ни одна из поместных церквей. Таким образом, территория Украины считается канонической территорией Русской Православной Церкви. Согласно церковному уставу, отправляя на чужую территорию своих представителей, Константинопольский патриарх грубо нарушил устоявшиеся традиции и каноны. Вот то, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 20-х годах, когда наша Церковь во главе со святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях. Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую комиссию по просьбе неких православных. И патриарх Тихон написал очень ясное, канонически обоснованное письмо с протестом против того, чтобы на каноническую территорию Русской Православной Церкви, которую он возглавлял, неканоническим путем была направлена какая-то комиссия со стороны другой поместной церкви. Я напомню, что за автокефалию для раскольников активно выступают украинские власти. В прошлом году Верховная Рада, а этой весной и президент Петр Порошенко напрямую обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой дать автокефалию, по сути, легализовать раскольников. И хотя весной, например, из резиденции Вселенского патриарха звучали заявления, что вопрос об автокефалии должен решаться всеми поместными церквями, их, как известно, 15, то, например, уже 5 сентября на архиерейском соборе в Турции, в Константинополе, в Варфоломе сказал, что может дать автокефалию сам единолично. Но сейчас заседание Священного Синода продолжается, и мы ждем пресс-конференцию по его итогам. Валерия. Олег Шишкина в неочередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Москве.